всем привет и добро пожаловать на канал видеогеймс эндмо мы продолжаем прохождение ведьмак 3 дикая охота с дополнениями кровь и вино прошлое видео разорвалось и сейчас будет продолжение с того самого момента не удалось завершить нормально то видео ну ничего значит сейчас мы продолжаем искать ведьм телепортировались в город и ну и вперед на отметку там по идее должен быть салтарь там у нас просили поднимать какие-то алтари поэтому повернулся вроде алтарь вроде нет но вроде бы направление одно и то же вот тяжело я не знаю как бы здесь найти без без этого указателя направление нужны ну да ну ну в принципе сладости вдоль дорожки поэтому вообще легко сладости сразу выдают ну не сладости а тропинка выдает нужно всматриваться в сладости так и что неужели этот дом на карте то был деревню ведьма я до сюда так и не дошел на мог бы и найти у папа была собака он ее любил она съела мясо он ее убил и в землю закопал и надпись написал мясо 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 он его любил поп был страшный душегубец и большой глупец запечем его с тобою тут ему конец раз два три и за огнем выходишь ты любопыт моя считалочка что ж вы делаете одни на болото я спрашиваю откуда вы тут взялись я ищу ведьм с кривоуховых топи ты ж сам такой как ведьма ведьм с топи нам нельзя на топе бабушка не пускает как пропал мой брат бабушка сказала это все от того что он пошел в лес и заблудился бабушка потом страшно плакала может он еще вернется на болотах потерялась молодая женщина у нее серые волосы и шрам на улице вы видели такую здесь девок нету а я тебе кто какая из тебя девка у девок сиськи точно когда по деревне войск ушло на деревне дед кричал повайте девок по лесам пусть солдатных сиськами не пугают а то беда будет как говорил жестко есть тут еще кто нибудь кроме вас это кто кто нибудь кто мог видеть эту девушку шестеглазое дерево дерево весь год спит может у вас это что за разговоры что за по болтушке я спрашиваю сюда никому нельзя тут только дети мои дети тут могут быть а ты еще кто такой с оружием как бандит я просто с ребятней разговаривал я ищу одну девушку я была очень красивой девушкой носила вот такую косу маменька мне плела и платья у меня были цветами так ты ее видела молодая с серыми волосами это твоя невеста дочь доченька моя милая добрая доченька и сестра ее где то они сейчас а может с ними лихо какое приключилось милая молодая девушка с серыми волосами мне надо понять встречала ты ее или нет дети что смотрите идите мыть руки будем ловить сверчков вижу ничего я тебя не добьюсь так я ничего и не знаю и васик точно знает о чем я его не спрошу он отвечает погоди сейчас почешу себе гузны придумаю что это за слово оно живо в хату живо в хату будешь у меня в углу стоять и я присмотрю чтоб стоял как миленький а то уходи отсюда уходи мне кажется она ведьма все же я не знаю но я теперь читал как милая буду помнить так что это окна как она Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А и Васик придуманный. И чужие детей крадут. Я задам тебе только один вопрос. Ничего ты ему не задашь. Ты чужой. Нельзя с чужими разговаривать. Давай есть. Сука шкваркни. Ты слышал? Он говорит, что боится тебя. Не пугай мне детей. Так, расспросим детей, а потом бабулю будем выманивать. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, да? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Да. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит у нее кости ломит. Идет. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает нас так легко найти. Он, ты небось, от черных не прятался. Не проглядывай и считай громко все пальцы. Они прятались. Дикая охота, по идее. Раз, два, три, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. Только вот не припомню, сколько их там было. Наверное, здесь четверо должно быть. Школу-то. Думают, от ведьмака можно спрятаться просто так вот. Что там, в сундук, что ли, кто-то заныкался? Ага. Я тебя вижу. Вот ты меня углядел. А, ну да. По лестнице на крышу залезли. Школьники. А что, ведьмак не может повторить их подвиг? Я тебя нашел. Не прячься. Я тебя вижу. Повезло тебе. Так, и что, неужели на крыше? Не, ну сюда вряд лише. Через окно. Хитрец. Ну, я так думаю, это последний. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как мне помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в полно укусил! Иди сюда, бабушка! Бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе бреда. А где бабушка? Она занята. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуман. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего, Ивасика? Есть такая полянка в краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Откуда он такой взялся? Взял спирт. Что ты будешь делать? Не хочет он просто в этом доме бегать. А пытаешься бежать, так он еще и... Так он еще и крадет. Утопцы. О, уже покрепче утопцы. О, глушение сработало. Похоже. Если Ивасик настоящий, наверняка он оставляет следы. Итак, Ивасик и следы. Хорошо. Следы маленьких ног. И Ивасик здесь проходил. Так. Что-то я слегка заплутал. А вот. Утопцы все не унимутся. Интересно, интересно. Ивасик. Далеко, конечно, Ивасик ушел. Ну, я думаю, уже близко. Следы ведут к нерею. Интересно, что внутри. Ну, ну, как я. Интересно-то оно интересное. Ивасик. 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 Похоже, ведьмы. Ивасик. Ивасик. Нарисков. Что? Снова утопцев бить? не отходи от меня так там еще домик она домик ведьмы мы пришли да я огляжусь на этом уступе есть что то что поможет тебе говорить придется туда залезть гнездо залезть и что могу залезть или обязательно вход ну раз он сказал залезть должен залезть геральт похоже в обход скалолаз тебя не не очень ну его гарпия надо это фигня вообще уже не в первый раз да ладно может ему нужно это будет и возвращаемся кивасик у вообще классная игра держи если не жалеть на нее времени разобраться сразу как квесты проходить или потата какая может быть молоко шишка улитка кролик телега картинка пердеж как звучит король купил королем корону на коронацию королеву в руки навеселился уже мой любимые слова жить и не слышит божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно что лизать улиток через сукно спасибо тебе славный кто бы ты ни был прощай будь здоров я тебе помог так уж и ты мне помоги ты что хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами ты господи какой же зря голос ему вернул удивительно как можно упрятать голос в бутылку вот и я удивляюсь это же всем голосам голос в ной раз как лесной ручеек а иной раз как гром ну и будем тупые болтаю я столько что льется как из бочки через край кто-то простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией как вышло что ты потерял голос просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попить дроздание и не могу извлечь ни звука я старался изо всех сил до меня чуть удар не хватило тогда я пошел в деревню там говорят новая колдунья творит чудеса а люди стали кричать душегубик душегубик и спустили на меня собак я что похож на душегубика я ищу девушку с серыми волосами не видел ее еще бы не видел как то с утра я вышел как всегда сделать кучу это мой любимый красавец красавец если она побежала в сторону приюта может опекунша что-нибудь знает дети бабушка с чужими разговаривать не станет а с тобой разговаривать я так не подход знаю ладно ты мне помог и я не буду уредничать и тоже тебе помогу пойдем мы пойдем конечно и васик покажешь мне что-нибудь будет круто будем в расчете у нас на дворе по дворе погода разговаривать покажи что умеешь ну что ж ты будешь делать то что кучу оттолкать вот он голый секунд давай 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 ну телепорт есть отлично не поуведел и не видать сейчас пою бабушки успокой ее и ну и и ну и и и Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вауся. Спокойно. Тебе время волноваться. Ты можешь провести меня к ведьмой? Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяйка. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, Бабусь, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голосных претензий. Так вот, сейчас я кое-чего хочу. Бабусь, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет. Кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Васик, помогу ему, сступай за мной. Красавец, болтал. М-м-м-м-м. И Васик добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Форшивая тварь. Не любят его. Что за женщина на габелете? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Подзовитесь на призвание. Жалкий черт перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой летимый. Может, он любит только сероволосых? Значит, вы встречались. Расскажите мне всё. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ох, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошёл на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Набившись гнева и страданий, тёмная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь гостью, и мы будем тебе благодарны. Всё расскажем о твоём парышне. Тёмная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе всё расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты... Возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на баллон. На лысый баллон. Баллон лысый. Знает баллон. Баллон слышит. На лысый баллон, значит. Не забываем ведьмачьим чутьем пользоваться. Наверняка это... Наверняка мне это ещё пригодится. Так, ладно. Всё подряд собирать. И вообще... Вот дверь. Я думал, всё, заблудился. Итак. То есть один из домов, это как раз к ведьмам. Отлично. Где-то здесь был телепорт. А вот он. Хм. А что, староста совсем рядом? Ну да, относительно рядом. Я там не был, поэтому телепортироваться всё равно я к нему не могу. Отлично. Всё. Всё. на чуть болото и выехал итак как всегда мне после задания нужен нужна привычка к кузнецу ходить конечно же мое почтение приятная деревня ну так просто жемчужина полу раз вы так говорите и как тут живется ну так от зимы до зимы узнаешь стилет да сударь не знал что вы им принадлежите я никому не принадлежу ладно к делу мне надо побыстрее с этим разобраться я должен помочь рассказывай что стряслось коротко и по делу война пробудила старую силу злую силу кормится на пролитой кровью кошмары снятся в ночи наяву люди спящими выходят из дому и не возвращаются под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные отцы сыновья дочери матери у них тронуть боятся вот туда и отправляйтесь надобно прогнать темную силу хозяйки леса не знают что это за сила они все знают старая текла говорила мол это кара их не потому как люди их не уважают иные же их ведьмами зовут только какие же они ведьмы раз вас прислали я пройдусь по шепчащему холму токма осторожнее сударь не думайте что легко будет хорошо отметка появилась это хорошо потому что сам ведь могу и заблудиться так еще интересно задание вот я сейчас набрал этих листков их нужно читать по идее и это обновит задание ну судя по всему так и должно быть так теперь еще мне нужен телепорт сюда не хотелось бы пешком возвращаться если что а ну вот есть по моему пешком нужно ехать ну то есть телепортироваться нельзя да да вперед по 2 так но во всяком случае я уже близок к отметке к ты могу и бесплатно и дальше не приближайся отойди из доносится из ночи и откуда пришел мне интересно кто же кто же ты силы что меня хранят откуда пришел вообще мясо сырое того как же их нужно собирать забирать хоть какая-то регенерации бесплатная ну все вроде давай расскажи мне что-нибудь что-нибудь что неужели использовать придется таки кинжал который мне дали не похожи на самом деле а про проход под холм и так так бы сразу проход в лохах уходи уходи так хорошо мясо мяско возьмем а то ведь без маска не круто погиб погиб смертью не самых храбрых наверное не знаю стоит ли убивать это существо или кто там или не стоит долгая загрузочка у нас как всегда поэтому поэтому нужно еды все же закупить сама деньги уходят очень быстро да потому что без еды и бездороги бегаю и видимо там поселки не видел как у цири чтобы здоровье восстанавливать не приближайся отойди чего уходи 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 мне не сдержать силы что меня хранит знают откуда пришел так мечта у меня следами был силы знают я помедитирую справлюсь совершенно точно не 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 на самого утра прям ну так вещала химии нужно посмотреть может что-то относится изнутри дерева а вот в пещеру вообще медальон дрожит это место силы вместо силы и охраняет тот самый волковак с которыми дрался обороте да и вход там тоже рядом а он как раз человеком человеком кушал ужину отлично заодно получил некий бонус там посмотрим что это за бонус огонь ему не нравится река ты же я сильно регионирует это Класс! вот вещи от меня до очередная долгая загрузка так всем спасибо что смотрели в принципе следующую часть продолжим в следующем видео это так как уже час записываем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал всего доброго до скорых встреч всем пока